Ну вот, мы разобрали наш мини-станочек, и сейчас мы все замеряем, чтобы наши подписчики по возможности смогли сделать точно такой же, чтобы было поменьше проблем при изготовлении. Значит, сам диаметр направляющего 30 см. Посадочное место 22 см. Резьба М20 шаг 1,5 см. Так, здесь у нас тоже самое 22 см. Здесь и М20 шаг 1,5 см. Значит, общая длина у нас 620 см. Ну вот, смотри у нас, где сколько резьбы. Вот, посмотрите, сколько резьбы, длина. Ну вот, резьба. Сколько здесь? 175 см, да? Тебе видно? Ага, 175 см. Да, вот следующий размер вот 595 см. Видно? Угу. Далее вот, 605 см. И, да, 15 мм резьбы. Так вот. Ну, само направляющее 420 мм у нас вот. 420 мм. И гаечки. М20 шаг 1,5 см. И с этой стороны тоже самое. Вот нам таких направляющих надо две. Размеры могут... Это не обязательно именно такие размеры. Можно длиннее, можно немного короче. Все зависит от того, какой станок вы хотите. И даже диаметр тоже не имеет значения. Можно 30, можно 40. А вдруг вы найдете готовую направляющую. Уже отшлифованную. Теперь мы замеряем станину. Вот таких квадратика надо 3 штучки. Размеры у нее 150 мм. На... Ну, можно на 120. 115, 120. Значения не имеет. Вот эти вот... Это отверстие и вот это вот отверстие. Под направляющие. С посадочными местами 22. Как это лучше сделать? Значит, берем мы 3 такие пластиночки. Ну, рубим. Прямо на таком станке можно отфрезеровать все 3 штуки. Зажав струбциной. Чтобы у нас они все 3 были одинаковые. И потом сверлим отверстие. Раз. Два. Все 3 одновременно просверливаем. Зажав струбциной. И получается у нас размер одинаковый. Он может быть у вас 22, там, и 2 десятых. 22, и 3, и 4. Это значение не имеет. Потом вы под этот размер уже сделаете посадочные места на направляющие. Вот я вам покажу еще раз направляющие. Вот оно, это место. Вот оно сюда вставляется у нас. Я взял сверло на 22. Вот оно просверлило все 3 отверстия. Вот это у нас первое. Первое. Вот она у нас вторая. И давай сюда. Это у нас третье. Ну, значит, расстояние. Здесь у нас 110. Примерно так. 110. Здесь расстояние 70. Так как и нижнее у нас тоже имеет функциональное значение. Но только не в этом месте, а вот в двух других. Ну-ка разверните. Видите, они у нас тоже необходимы. Поэтому они тоже сверлятся. Все три вместе. Это для облегчения сделано. Ну, будем размеры плясать от станины. Значит, здесь размер... Здесь у нас стоят упорные подшипники. Вот это размер. Так, 10 миллиметров. Потом буртик. А что такое буртик? Ну, куда подшипники упираются. А так бы они ушли бы у нас. Вот следующий размер. Здесь у нас обнижение для того, чтобы когда нарезаешь резьбу, резец выходил. Так. Давай сюда вот замеряй. Вот. Следующий размер. И последний. 450. Диаметр буртика 29. Здесь 22. Он размер свободный. Обнижение 16. Значит, сам винт это... М22 с шагом 10. Прямоугольная резьба. И здесь диаметр 12. Этот диаметр 12 у нас вставляется вот в такую втулочку. Втулочка второпластовая, да. В чем преимущество второпластовой втулки? Смазать ее даже не надо. Так. Вот этот узел я бы не хотел разбирать. Здесь у нас внутри стоит такой же подшипник с этой стороны. Потом, ну, вот этот вот снимаешь, да. Сам NONIUS. Ну, вот примерно общая длина тут еще миллиметров 60. В общем, здесь стоят два упорных подшипника с этой стороны и с этой стороны. И потом уже навешивается NONIUS. Поджимается двумя... Гайкой и контргайкой поджимается. Гайка, контргайка. Ну, виднеется резьба. 16 шаг полтора. Ну, и сам, сама ручка. Она у меня, кстати, диаметром. Диаметр 100... 145. Ну, 145-150, значения не имеет. Толщиной 18 миллиметров. И вот стандартная ручка. Так, переходим к поперечному суппорту. Здесь у нас резьцедержатель. Так, в общем, это единственная деталь, которая... А, нет, ну, не единственная. Ну, в общем, деталь, которую пришлось обращаться к фрезеровщикам. Здесь у нас конус. Ну, в принципе, можно конус и не делать для такого станка. Ну, и если есть возможность, то конус лучше сделать. Более надежная фиксация. Ну, давайте замерим. Рисцедержатель. Значит, у нас квадрат 70 на 70. Высотой 40. Здесь 14. 16 в плюсе. Здесь десяточка. В болтике М8 обыкновенные. Так, здесь у нас... Здесь у нас конус 38. Угол я не помню. Так. 38. Здесь у нас М16. Стандартный шаг 2. Здесь А20. Здесь А39. 24 резьбы. 31 у нас конуса. И еще у нас тут буртик. 7 миллиметров. Так. Здесь А72 миллиметра. Здесь А120. Это у нас салазки. Они у нас капролоновые. 67 на 45. Это просто нашел такой капролон. Размером 67 на 45. И в них отверстие сделал. На 30. И здесь у нас входят направляющие. Направляющие поперечного суппорта. Это у нас 25 диаметр. 25. Винт М18. Шаг. Шаг 2.5. Так. Это у нас гайка. Она капролоновая, чтобы не смазывать. Вот. Которая в этот винт вставляется. Так. Еще, значит, по направляющим. Здесь фрезеруется. Вот с ними. Фрезеруется площадка. Так. Так она у нас 25. А так у нас 21. Значит, в плюсе. Почти 4 миллиметра мы снимаем. Сам поперечный суппорт крепится на шайбах. И прикручивается винтами. Здесь я не стал ставить подшипники. Как здесь. А обошелся просто брусовыми шайбами. Значит, длина у нас. Длина поперечного суппорта 230. 230. Так, здесь у нас еще. А, ну еще вот этот. Вот этот. 35. На 70. Так. А здесь вот. Берется квадрат. Высверливается. Растачивается отверстие. А потом выфрезеровывается. Чтоб. Чтоб она у нас ходила. Достаточно все просто. Так. И здесь планочка. Так. 115 на 170. У нас на 170. Так. 115 на 170. И вот болтиками мы крепим к оправону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»